Приветствую вас, друзья, на нашем мастер-классе «Стартап ВКонтакте». Давайте познакомимся. Вы пока в чате пишите, каким бизнесом вы занимаетесь. Я вижу, Надежда написала, и Нина пишет, MLM, MLM. Я представлюсь, меня зовут Любовь Долгая. Я интернет-предприниматель, но так было не всегда, конечно же. Мы с мужем лет 15 занимались бизнесом на земле. Сегодня мы тоже занимаемся сетевым маркетингом. И вы знаете, увидели то, что хочется строить международный бизнес, но без интернета это сделать очень тяжело. Еще то, что мы снимали постоянно очень дорогие офисы. В Киеве мы последний офис снимали. Он больше 1000 долларов стоил. Это все со своего заработка, со своего кармана. То, что в пробках постоянно стоишь, если едешь в офис. То, что очень часто бывает такое, когда человек договорился прийти на встречу, но по какой-то причине он не приходит на эту встречу. И в это время как раз и началась такая эра интернета. И вот некоторые люди, ну, где-то 5 лет назад, да, и некоторые люди начали потихоньку переходить в интернет. Мы увидели, что есть масса людей, которые… Ну, не масса, но есть люди, которые зарабатывают через интернет. И вот, знаете, мы тоже решили с супругом освоить вот именно продвижение бизнеса через интернет, делать продажи через интернет. И, конечно же, для любого бизнеса, то ли это в интернете, то ли это на земле, нужна реклама. И когда мы начали разбираться, то, оказывается, реклама достаточно дорого стоит. Во-первых, надо еще и научиться давать ее правильно. Ну, та же реклама Яндекс.Директ, да, ну, хотя бы 500 долларов в месяц надо вкладывать в эту рекламу. И надо научиться, надо знать, как ее давать. И первые деньги обычно все новички спускают, и при этом не получают ни клиентов, ни партнеров. И вот сегодня я вижу, Надежда, Нина написали MLM бизнес, да, вот сегодня мы как раз поговорим с вами о специальном сервисе, который поможет вам делать продажи в социальной сети ВКонтакте. Итак, что же нужно для того, чтобы продавать через социальную сеть ВКонтакте? Вот сервис, с которым я вас сегодня познакомлю, в нем есть несколько возможностей продвижения бизнеса, и сегодня мы с вами поговорим именно про продвижение бизнеса через лайкер, через лайки. И в любом случае, ну, какой бы вы возможностью ни пользовались, да, вам нужно сделать такие подготовительные небольшие работы. И вот так, как написали люди, что MLM бизнесом занимаются, я очень этому рада. И как раз у меня вот есть слайд для тех, кто занимается сетевым бизнесом или MLM бизнесом. Почему я сделала отдельный слайд? Ну, дело в том, что если у вас обычный товар, то здесь, в принципе, все просто. Если обычный, какой-то товар вы или какую-то услугу продвигаете. Если вы занимаетесь сетевым бизнесом, то здесь есть три стратегии. Три стратегии, каким образом можно развивать свой бизнес. И они все, эти стратегии, они все имеют право на существование. Вам надо выбрать ту, которая вам больше подходит. И, конечно же, мы вам порекомендуем ту стратегию, которая больше подходит. Итак, это может быть переманивание сетевиков из других компаний. Вы все прекрасно знаете, что каждый сетевик желает себе в компанию получить сетевика еще бы хорошо с опытом работы, еще хорошо бы, чтобы он был со структурой. Вообще классно, замечательно. Ну, такая мечта. Мечта всех сетевиков. Второе – это предложение бизнеса. Конечно, надо строить команду. И третье – это продажа продуктов компании с последующим предложением дополнительного дохода. И давайте рассмотрим все эти три стратегии. Ну, вот первое – это переманивание сетевиков. Здесь проблема в том, что люди, перетянутые из других компаний, они очень легко, ну, те, которые легко меняют компании, да, они легко уйдут и от вас. И их, опять же, если вы их смогли переманить, то, скорее всего, их еще и не раз переманят. Ну, и вот есть такие люди, которые просто бегают по компаниям, и они думают, авось, вот авоськи их называют, да, авось у меня в этой компании что-то получится, и следующая компания, следующая. Вот, то есть можно, конечно же, переманивать из других компаний, но вы должны быть готовы, то, что они от вас тоже уйдут. Их кто-то переманит, и, опять же, надо будет искать следующего человека. А, возможно, вы в этого человека вложили время, там, обучили чему-то, да, жалко будет. Вторая – это предложение бизнеса. И здесь, конечно же, проблема в том, что, когда зайдешь в социальную сеть, или, ну, неважно, в скайп, да, что происходит? Происходит то, что все друг другу предлагают бизнес. Вот, присоединяйся, моя компания лучшая, или только начала, или присоединяйся вот именно сейчас подо мной, мы неделю как начали, или мы давно уже себя зарекомендовали, и так далее, и так далее. То есть все друг другу предлагают бизнес. И, конечно же, тех людей, которые вот сразу же придут в бизнес, сходу их, конечно, очень мало, поэтому вы тоже должны об этом знать. И третье – это продажа продуктов компании с последующим предложением дополнительного дохода. Вот здесь самый эффективный путь с точки зрения дублицирования. То есть вот именно если вы научитесь делать продажи, причем в день не одну продажу, а 2-3 продажи вашего продукта, и научите, у вас будут появляться клиенты, вы им сможете предложить потом дополнительный доход, и вы их сможете научить делать такие же продажи, вот это вообще-то самый эффективный способ. И ваши партнеры, конечно же, всегда будут с деньгами, потому что вы их научите делать продажи. И мы с вами сейчас рассмотрим вот этот вот третий способ, каким образом пойти нам по третьему способу. Но вначале, перед тем, как мы будем шагать, нам надо ознакомиться с такой вот пошаговой инструкцией. То есть что нужно сделать? Нужно определиться с товаром или услугой, которые вы будете продавать. Вот почему, опять же, я разделила на сетевиков и не сетевиков. Если этот человек не сетевик, возможно, у него есть какие-то продукты свои, или он продвигает парикмахерские услуги, или он продвигает, ну, не знаю, какие-то бухгалтерские услуги, еще что-то продвигает. Или у него просто есть какой-то товар, например, часы китайские. Здесь все понятно. Если же вы работаете в компании, у вас очень много продукции, то вам надо определиться вот с каким-то товаром, который вы будете продвигать. Можете определиться именно с товаром, например, какое-то одно наименование, либо можете взять такую систему. Ну, вот эта система, она должна быть недорогая, недорогая, где-то в районе 2 тысяч рублей. Вот так вот в среднем. Потому что нам надо получить вначале клиентов, а потом уже, когда у вас появятся клиенты, вы им предложите бизнес и остальную вашу продукцию. Итак, определиться с товаром или услугой, что будем продавать. Следующее – это сформулировать уникальное торговое предложение. Так, чтобы содержался призыв к действию, причем это действие должно быть очень простым, ну, и бесплатным. Дальше нужно создать рекламный баннер. Рекламный баннер можно создать самому, да, рекламный баннер можно заказать у фрилансера, то есть у людей, которые занимаются, которые специалисты в этой области. Он стоит недорого, он стоит там, ну, 300-500 рублей, рекламный баннер. Мы этот рекламный баннер… Сейчас я вам это все покажу дальше на слайдах, на картинках. Мы этот рекламный баннер размещаем на вашем основном аккаунте ВКонтакте, на главной странице ВКонтакте. Или размещаете этот рекламный баннер в вашей группе ВКонтакте. Добавляете в программу… Что это за программа, я вас познакомлю сейчас. Добавляете в программу 5 рабочих аккаунтов, и на этих рабочих аккаунтах сделаны репосты баннера, вот этого баннера, там, где уникальное торговое предложение. И репост должен содержать такую отзыв-рекомендацию. Сейчас на слайдах мы все это посмотрим. И дальше мы настраиваем отслеживание групп, «Где тусуется наша целевая аудитория». Итак, вот вам пример такого рекламного баннера. Это маникюр плюс покрытие гели-лаком. Вот написано «Всего за 999 рублей плюс в подарок». Почему это уникальное торговое предложение? Потому что здесь еще в подарок дается дизайн ногтей. И вот надо сюда вписать имя, надо вписать телефон и какие-то другие контакты, которые есть. Конечно же, желательно поставить какую-то ссылочку, как на вас выйти. Но об этом мы будем уже на наших обучениях, на наших занятиях все это разбирать. И вы видите, что вот здесь вообще уникальный такой вариант, очень хороший. Фото стоит на этом баннере «До и после». Если у вас есть возможность поставить какое-то фото «До и после», то обязательно сделайте. Вот такой вот баннер. Это пример баннера. И, конечно же, вам надо на свой продукт создать или заказать такой баннер. Что дальше происходит? Этот баннер вы размещаете на своем аккаунте, главном, основном, да? Или в группе вашей. Размещаете этот баннер. Потом с рекламных аккаунтов мы с вами будем делать дополнительные рекламные аккаунты. Это просто аккаунт обычного такого человека. С рекламных аккаунтов вы делаете репост. То есть нажимаете вот здесь на такой вот рупор. Видите, внизу у меня почему-то не пишет мой карандаш. Вот там, где мне нравится, и рупор такой. Нажимаете на этот рупор и пишите отзыв. Отзыв как будто бы от какого-то чужого человека. Пишите, например, вот этот гель-лак делает Юлия. Это у меня баннер, конечно, не этой Юлии. Но я действительно пользуюсь услугами девушки одной, которая делает маникюр. И бровки там с этим делом работает. И вот вы пишите вот такой репост, как бы комментарий, что спасибо Юле. Вновь там роскошные бровки и маникюр. Вот я вот буквально перед Новым годом, 30-го числа, наверное, сделала. Это действительно так, да? Сделала гель-лак. Вот он называется «Кошачьи глазки». Очень красивый такой маникюр. Ну, и вот, например, если вы занимаетесь тем, что услуги покрытия маникюром и гель-лаком, то вы делаете себе вот такой вот баннер. И делаете 5 рекламных страниц. И на этих рабочих страницах, рабочих страницах, вот совершенно от других людей делаете эти рабочие страницы. Вы делаете вот такой вот репост, в котором пишите, что спасибо, ну, как бы сами себя благодарите за… от имени чужого человека за вот ту услугу, которую вы предоставляете. Вот с этим сейчас понятно или нет? Поставьте плюсики, кому понятно. И минус, если вот непонятно в этом плане, поставьте минус, тогда мы подождем. Если будет минус, то мы подождем, пока вы напишите вопрос. И я еще раз… Так, Людмила Исаева пишет минус. Хорошо. Значит, я сейчас скоро включу рабочий стол. И, Людмила, если покажу еще через рабочий стол, и если будет непонятно, то тогда вы мне… Или можете сейчас вопрос начать писать. Мы обязательно с этим разберемся. Так, и зачем нам нужны вот эти 5 аккаунтов, и зачем нам нужен вот этот баннер? Я включаю рабочий стол и познакомлю вас с программой. Дело в том, что мы будем работать через вот такую возможность лайкера, хотя есть возможность не только лайкать, есть возможность и добавлять в друзья, и раскручивать группу через эту программу. Я вам в конце нашего вебинара дам ссылку, где вы пройдете бесплатную регистрацию, ну, и потом приобретете эту программу. Эта программа платная. Ну, как, в принципе, и все сервисы, которые должны… за которыми люди смотрят, да, обслуживают, компьютерщики их должны обслуживать. Вот все такие сервисы, они тоже платные. Но это самый недорогой вид рекламы. То есть вы никакое объявление не дадите за такие деньги, чтобы у вас пошли продажи и пошел поток клиентов. Итак, почему от других людей 5 аккаунтов? Вижу. Людмила сразу написала много вопросов. Хорошо, сейчас я объясню. Итак, друзья, вот что это за программа? Эта программа устанавливается на рабочий стол. Вам устанавливаться на рабочий стол. И давайте мы… Я уже в эту программу вошла. И давайте я покажу, что здесь есть в этой программе. Так, я сейчас немножко открою вас. Если вы будете что-то мне писать, мне будет видно. Итак, вот такая программка. И давайте мы пройдем по кнопочкам. И сразу я отвечу на вопрос, почему надо 5 аккаунтов. Вот здесь у меня стоит 4 аккаунта. От 5 рекомендуется работать. Больше 5 не надо ставить аккаунтов. Мы добавляем наш логин, мы добавляем пароль, нажимаем «Сохранить». И вот таким образом мы добавляем рабочие аккаунты. Как выглядит этот рабочий аккаунт? Вот смотрите. Вот у меня, например, этот рабочий аккаунт мой выглядит вот таким образом. Дарья Потапова. Ну, абсолютно чужой человек, да. И вверху тут что-то написано какие-то. Ну, можете там писать, в принципе, не любые темы. Ну, например, что интересует людей. Какие-то рецепты, да, что-то вот такое интересное. А вверху, вверху у вас стоит обязательно закрепленный баннер или какой-то репост. Закрепленный. И вот смотрите, у меня вот этот вот репост, вот этот вот, ну, этот пост, он у меня стоит в моей группе, которая называется «Продажи ВКонтакте». Я зашла в эту группу, я нажала в этой группе, вот, если я сейчас зайду, да, я нажала в этой группе, вот, ну, ту рекламку, которую я хочу раскручивать. Я вот нажала вот здесь вот «Сделать репост» и написала комментарий, что «Спасибо, Любовь, за консультацию». Я продаю услугу, я продаю свою консультацию через вот эту вот страничку. И вот здесь написала «Спасибо за консультацию по продажам ВКонтакте, клиенты пошли, супер вебинар». У меня, кстати, вот это слово «Вебинар», оно у меня активное, и люди, минуточку, и люди могут переходить на, ну, в группу «Продажи ВКонтакте». То есть вот так вот написала. Здесь, конечно, лучше, если бы был не просто репост, а баннер. Баннер я сейчас заказала, мне баннер делают, ну, пока вот таким образом сделала. И вот так сделала буквально на каждой страничке. Вот они у меня, ну, в принципе, разные, с разными фотографиями. Да, вот здесь тоже написано «Спасибо, Любовь, за консультацию по продажам ВКонтакте». Клиенты появляются с интернет. Вот еще одна страничка. Опять же, так, нет, здесь нету, да? «Спасибо за обучение, отличный мастер-класс и консультация». То есть вот это у нас рабочие страницы. И нам очень важно вот сделать баннер, ну, то есть как бы мы рекомендуем на своей странице, мы рекомендуем, что вот спасибо за, ну, какой-то продукт, что вы будете продавать, например, программу снижения веса. Тогда вы пишите «Спасибо за классную консультацию по снижению веса, суперпрограмма, я уже там сбросила, похудела или потеряла столько-то килограмм». То есть мы ставим сюда в нашу программу, ставим 5 аккаунтов, больше 5 не надо. И что мы дальше делаем? Следующий наш шаг – это поиск групп для отслеживания. Вот вы нажимаете, вводите поисковую фразу. Ну, например, какую поисковую фразу? Вводите поисковую фразу, если у меня маникюр, да? Тогда я пишу, ну, в каких группах могут быть у меня люди. Люди у меня могут быть в тех группах, где, ну, что-то о красоте, да, вот, женская красота, можно маникюр поставить, то есть вот что-то для женщин. Тогда я беру группу, ну, давайте напишу маникюр. Так, и найти. Вот у меня нашлось 6 975 групп. Представляете, вот если бы я была мастер маникюра, то вот, пожалуйста, сколько групп. Теперь я выбираю те группы, которые мне подходят. Вот смотрю маникюр ногти, хорошо. И нажимаю «Начать отслеживание». Потом следующую группу и «Начать отслеживание». Потом следующую группу и «Начать отслеживание». Вы просто кнопочку нажимаете «Начать отслеживание». И вот таким образом вы ставите, ну, до 100 групп на отслеживание выбираете. Что здесь будет отслеживаться? Здесь будут отслеживаться люди на предмет новых участников. То есть, вот если у вас, например, ваш продукт, ваша услуга «Похудеть», тогда вы так и пишите. Понятно, что баннер будет по теме «Похудеть». Вот потом вы группы берете, находите по теме «Похудеть», вот набираете, да, 5600 групп. И выбираете группу и «Начать отслеживать». И вот таким образом мы ставим до 100 групп на отслеживание. Следующее. Вот здесь у нас виден список отслеживаемых групп. То есть, если мы наберем, то вы увидите, какие группы у вас отслеживаются. И следующий – это настройка фильтра отслеживания. Вот здесь что нам важно. Вот мы можем добавить в свой сайт, в свою группу ВКонтакте, если вы хотите в нее приглашать людей, то вы ставите сюда вверх URL группы для раскрутки, то есть адрес вашей группы. Следующий фильтр настройки – это пол. Важно, неважно. Если вы хотите только женщин, значит, вы ставите женщин. Следующий фильтр настройки – это возраст. Ставите возраст 25-60 лет или 25-35 лет. Выбираете под возраст. Следующий – город. Если вам важен город, то тогда вы прописываете здесь свой город. И если, конечно же, я занимаюсь, к примеру, маникюром, вот такие услуги предоставляю, то понятно, что не буду ездить в другие города, и ко мне не будут ездить. Поэтому здесь в данном плане обязательно прописываю город. и сохраняю все это. То есть вы пишете город, в каком городе вы можете оказывать услугу эту, и это все сохраняем. Что у нас происходит дальше? Так, вот да, Татьяна Золотая написала, лайки и приглашения в друзья работают. Чем больше друзей, тем чаще пишут и спрашивают про бизнес. Да, все правильно. Идем дальше в «Наше управление». Ой, назад. И теперь фильтр отслеживания мы настроили, какой возраст, пол. И теперь дальше мы нажимаем на кнопку «Работа с отслеженными участниками». Вот сейчас я нажимаю на кнопочку «Работа с отслеженными участниками». И смотрите, вот здесь есть варианты. Мы можем ставить лайки, мы можем отправлять заявки на добавление в друзья, и мы можем приглашать в группы. Вот ставить лайки, оно самое такое, знаете, самое щадящее. Вас за лайки не будут замораживать. Потому что, когда вы отправляете заявку в друзья, то некоторые люди просто будут спрашивать там или нажимать на кнопочку «Спам». Ну, разные люди есть. Когда вы просто кому-то лайкаете его фотографию, то человек обычно идет посмотреть, кто же ему поставил лайк. и он заходит на вашу страницу, и у вас на странице вверху стоит реклама по вашей теме. Он заходит на вашу страницу, то есть вот такая реклама не прямая, а такая рекомендация. «Спасибо за консультацию!» Супер! И, допустим, меня лайкнула эта девушка Дарья Потапова, причем лайкнула там три или четыре моих фотографии. Я захожу и смотрю, кто это нажал «Мне нравится». Вот я зашла к Дарье и вижу, «Ага, спасибо за консультацию по продажам ВКонтакте. Супер вебинар!» И если меня эта тема интересует, то я тогда нажимаю на «Продажи» и перехожу в группу. Либо я смотрю на баннер, там, где написано, что какие услуги, сколько стоят, и выхожу на связь с тем человеком, который предоставляет эти услуги. Итак, мы можем лайкать, можем добавлять друзьям, можем приглашать в группу. Конечно же, друзья, лайкать – это самое такое безобидное, потому что вы просто нажимаете «Мне понравилась фотография», и людям это нравится. Добавление в друзья здесь уже время от времени будут вас замораживать, поэтому вы на это, если будете добавлять друзья, вы настроитесь, это все нормально, без этого просто не обойтись. Вот лайки меньше всего замораживает. И за приглашение в группу тоже время от времени… Ну, не всем людям нравится, что их куда-то приглашают. Время от времени будут замораживать. Поэтому можете попробовать работать исключительно одними лайками. Почему? Потому что вот у нас от 5 аккаунтов мы работаем, больше 5 мы не ставим. И добавление в друзья мы можем отправить 50 запросов на добавление в друзья от одного аккаунта. То есть это получается, что за сутки вы можете отправить от 5 аккаунтов 240 запросов. А вот лайки от 5 аккаунтов за сутки у вас увидит порядка 1200 человек. Представляете? И вот если здесь мы говорим о том, что работает статистика, что нам надо большое количество людей, которые увидят наш баннер, увидят наши объявления, то вот, пожалуйста, запускайте лайкер и работайте. И здесь главное условие, главное, что вам надо, чтобы продажи были и чтобы продавался ваш товар, это сделать правильно красивый баннер или сделать правильно ваше предложение. Итак, я нажимаю, вот галочка стоит лайки, нажимаю лайки и запустить цикл. И у меня сейчас пойдет цикл, вот смотрите, сейчас написано «Лайкаем Маргарита Воробьева». Через какое-то время, очень быстро это все проходит, через какое-то время лайкаем следующего человека, через какое-то время лайкаем следующего человека. И вот так вот быстро достаточно он работает. То есть, наверное, часов за 8, вот где-то 1200 лайков, вот этих вот… 1200 человек мы лайкнем от 5 аккаунтов. Вот сейчас действие от другого аккаунта, видите, действие от аккаунта такого-то, лайкаем такого-то человека. Потом будет действие от аккаунта такого-то, лайкаем другого человека. И так далее, так далее, так далее, так далее. То есть 1200 человек увидят эти лайки. Потом вы можете, когда поработал лайкер, ну, часа 4, да, переключить на добавление в друзья, то есть остановить просто этот цикл и переключить на добавление в друзья. И часов 14 поработает добавление в друзья, и можете переключить на приглашение в группу. То есть можем делать, можем работать только лайкером, можем работать на добавление в друзья и на приглашение в группу. Итак, я сейчас возвращаюсь в зал. И статистика при правильно созданном баннере, при правильно созданном вашем торговом предложении. Очень важно, конечно же, правильно создать это торговое предложение, сделать его действительно уникальным. Вот, и если ваш товар в районе где-то 2000 рублей стоимостью, да, вот примерно плюс-минус, понятно, 2000 рублей стоимость, то у вас будет по 2-3-4 продажи в день. Эту статистику уже отработали люди. И вот на… даже на одном лайкере вот такие будут получаться продажи в день. Даже на одном лайкере. Итак, вы видите, как это все работает. Да, вот я просто сворачиваю этот лайкер, и он у меня работает. И 1200 человек в сутки, новых человек, он отлайкает. Из этих 1200 человек какое-то количество, какой-то процент перейдет на аккаунт, посмотрит, кого же лайкали, и какой-то процент перейдет по баннеру на мой рекламный аккаунт. И после этого кто-то выйдет на связь, ну, чтобы приобрести или проконсультироваться, или приобрести товар, ну, смотря что вы продвигаете. Ну, я сейчас переключаюсь к нам в зал. И, друзья, задавайте ваши вопросы. Пока вы пишете вопросы, я дам ссылку на регистрацию. 2000 рублей за месяц или год. 2000 рублей – это, допустим, средняя цена товара. Вот смотрите, допустим, у вас есть статистика, отработанная статистика. Вот, допустим, у вас есть товар, который в среднем стоит 2000 рублей. И при правильно настроенном баннере вы будете этот товар продавать 3-4 раза в день. В день. Не в месяц, а в день. Я, наверное, не сказала, что в день. То есть у вас каждый день должны быть продажи. Вот таким образом, когда настроите баннер. Конечно, надо смотреть. Если товар дороже, то, понятно, это будут реже идти продажи. Есть вообще товар очень дорогой. Да, еще реже будут идти продажи. Но при этом, если очень дорогой товар, то вы больше и зарабатываете. Если очень дорогой товар, то тогда рекомендую вам, друзья, через консультации. То есть давать не продажу товара, а делать это все через консультацию. Вообще консультации очень хорошо работают, просто великолепно работают. И вот мы с вами можем работать через консультации. Итак, я вам дала ссылочку на регистрацию. Примеры продаж есть? Есть примеры продаж. Есть примеры продаж. У меня лично есть примеры продаж. У людей, которых я веду, есть примеры продаж. Я дала ссылку на регистрацию. Я, кстати, развиваю через вот этот лайкер парикмахерские услуги. И у нас проблема в том, что наш город очень такой длинный. Он 120 километров, даже больше. Представляете, какой… Вот он такой идет. Одна улица, можно сказать, да? 120 километров длиной наш город. И есть где-то посрединке парикмахерская. И я сомневалась, будут ли люди ехать в эту парикмахерскую, потому что вот такой длинный город. И, вы знаете, очень хорошо мы сделали предложение, мы ставим постоянно отзывы. Естественно, люди с нашего города и очень хорошо приходят. То есть работа закипела. Потому что, когда мы взялись за эту парикмахерскую, то у них не всегда были клиенты. И как-то получалось, что на каких-то сменах, на каких-то сменах, ну, там, где девочки вообще еще без клиентов, кто-то сидел в декрете и растерял всех своих клиентов, теперь вышел работать в парикмахерскую. И вот на каких-то сменах людей вообще не было, вообще просто не было. И вот сейчас мы раскрутили, и они планируют брать еще одного человека на маникюр и еще одного парикмахера. А весной, возможно, будут и в другом районе города открывать парикмахерскую. Раскрутили исключительно через вот эту программу. Так. Вадим спрашивает, это InSocial? Если нет, то какая программа работает лучше? Да, Вадим, это InSocial. Он обновленный, он обновленный. Еще числа, наверное, 12, 13, 14, он еще обновится. Ну, вот сейчас есть программа только такая. И те же самые функции, как InSocial, но добавлен еще лайкер. И мы абсолютно недавно работаем через лайкер, да, но уже есть результат, я вижу, и в чатах у нас пишут, что регистрация, вот вчера Эльвира Петухова писала, что у нее зарегистрировалось, не помню, 2 или 3 человека. Вот сумма чека, сумма этого, ну, продажи, сумма товара, да, 50 долларов было, вот, ну, вот, вот такие вот результаты. И на консультации идут люди очень хорошо через, через этот лайкер. Так, еще какие вопросы? Продажи есть, продажи идут, продажи идут. Замечательно, только надо… Вот если брать именно сетевой маркетинг, друзья, то, знаете, вот какая самая большая ошибка у всех сетевиков? Я понимаю, что все мы любим свой товар, все мы любим свою продукцию и свою компанию. И понятно, что честно, каждый в нее верит и пользуется, и замечательный товар. Но когда начинаешь спрашивать, кто твоя целевая аудитория, то люди начинают говорить «все». Ну, как «все?» Ну, не может быть, давай определимся, да. Вот если поработать на целевую аудиторию, если делать точечно, например, вот у меня есть клиент, который продает фильтры для воды, фильтры для воды, но как бы вначале мы когда с ним общались, он говорит «моя целевая аудитория – все, потому что вода чистая, нужна всем». Но когда мы решили определиться с целевой аудиторией и взяли именно мамочек, понятно, что мамочки для своих детей ничего не пожалеют, он в группе начал писать о том, что… ну, какую-то информацию по поводу воды, что как важно, чтобы дети пили эту чистую воду, где-то видео находил в интернете, сейчас этого всего полно, то есть информации можно найти полно. И группы на отслеживание мы поставили именно мамочки, детки, вот именно таких людей брали, с таких групп людей брали. И вот, конечно же, мамочка заходит на его страницу, и она видит отзыв, что вот так замечательно, такой классный фильтр, и ребенок стал меньше болеть, и в туалет ходит хорошо, отлично, и вообще замечательно. Поэтому определиться надо с целевой аудиторией. Так, немного информации по регистрации. Да, спасибо, хороший вопрос Вадим задал. Сейчас я покажу, как зарегистрироваться. Где-то я была, подготовила страничку. Вот, когда вы нажмете на ссылку, на ссылку «Регистрация», у вас появится такая небольшая, небольшая табличка, табличка, которую надо заполнить. Сейчас, минутку. Вот. Если вдруг по какой-то причине вы не можете выйти, нажимаете на регистрацию, но вы не переходите на страницу регистрации, ничего страшного, вы обратитесь к тому человеку, который вас пригласил, и он вам даст партнерскую ссылку. То есть, если вы в зал вошли по партнерской ссылке, значит, вы пройдете регистрацию. Если не по партнерской ссылке, то обратитесь к тому человеку, который вас пригласил. И вот здесь надо заполнить латинскими буквами имя, фамилию, e-mail, пароль придумаете, еще раз подтвердите пароль, номер телефона. Вот скайп желательно писать обязательно, потому что у нас есть закрытый скайп-чат, куда мы вас добавим, вот, и будем вам помогать, будем с вами работать. Значит, скайп здесь пишите, потом выбираете страну. Я принял, прочитал условия. Конечно же, условия читаете и нажимаете регистрация. Вот после того, как вы нажмете регистрация, у вас появится ваш кабинет, ваш кабинет. И вот здесь, друзья, что очень важно, у нас работает партнерская программа, причем великолепная партнерская программа. И порекомендовав троим людям вот этот инструмент, вы уже сами будете пользоваться бесплатно. Люди пользуются с удовольствием этим инструментом. Мы еще сейчас включаем дополнительное обучение, буквально со вторника оно у нас начинается. Итак, партнерская программа, чтобы ее увидеть, вот вы нажимаете партнером. И здесь ваша реферальная ссылка. Потом люди, даже которые регистрируются бесплатно, ничего не купили, вы их все равно всех будете видеть в списке рекомендованных вами клиентов. Если человек что-то приобрел по вашей партнерской программе, то вот здесь вы будете видеть история начисления комиссионных. И здесь есть кошелек. Ваш кошелек будет… Как только человек купил, через несколько секунд уже деньги у вас на кошельке. И вы можете эти деньги вывести, либо что-то приобрести себе. Так, как приобрести вот этот сервис? Вы идете «Мои продукты». И вот здесь, видите, написано «VK Money». Здесь «Маркетинг про ВК». Ему никак не придумывают, не придумают остаточное имя. Вот «Маркетинг ВК про» и нажимаете «Купить». После того, как нажали «Купить», выбираете способ оплаты. Вот он у вас в корзине уже. Стоимость его 26 долларов. Выбираете способ оплаты вот здесь. «Виза Мастеркард», то есть это какая-то карточка ваша, либо «Киви» кошелек, либо «Робокасса». Если «Виза» и «Киви» не подходят, вы тогда «Робокассу» жмете, ставите галочку «Я прочитал, принял условия предоставления услуг» и «Завершить заказ». И вот в «Робокассе» уже выбираете, там есть несколько способов оплаты. Ну, если у вас есть карта, и вы уже не платили с интернета, то лучше, конечно, карточкой там меньше будет процент. Вот мы перешли с вами на «Робокассу», да, и вы можете выбрать какой-то из способов оплаты. Итак, по регистрации я вам рассказала. Мы уже почему-то так быстро у нас время пролетело. 48 минут с вами общаемся. И если вы готовы уже сегодня изменить темпы роста вашего бизнеса, начать гарантированно получать новых партнеров, клиентов и покупателей, то, друзья, вот этот сервис, который будет вам приносить деньги, нажимайте на маркетинг ВКонтакте «Про», купить и приобретайте. Мы со вторника, мы со вторника начинаем обучение, как продвигать свой бизнес с помощью этого сервиса, как получать клиентов с помощью этого сервиса. Поэтому, конечно же, если вы приобретете позже, у вас будут видеоуроки, но лучше шагать всем вместе, чтобы вы не отставали, чтобы мы тут же на ваши вопросы отвечали. Все это приобретается через магазин «Комфорт». Вы получаете пошаговую инструкцию, как сообщество ВКонтакте превратить в денежный конвейер, пошаговую инструкцию по работе с промо-аккаунтами. Вы узнаете, как самым смешным бюджетом привлекать несмешное количество клиентов. Вы получите ряд стратегий ведения вашего бизнеса в реалиях кризиса. И вот эта программа, знаете, что она дает? Вот представьте, что… Ну, социальная сеть ВКонтакте, да, представьте, что к вам в руки попал список ваших потенциальных клиентов, зарегистрированных в этой социальной сети по всем возможным критериям – город, пол, возраст, интересы, уровень платежеспособности. И вот я сегодня вам показала, ну, так, вкратце, а вообще вот этих людей вы можете скачать в отдельный список и загрузить их, то есть создать в этом лайкере отдельный список, да, и эти люди будут, например, список, может быть, те, кто сейчас на сайте и проживает в этом городе, и именно такой у него возраст. Вот представьте, может быть, список те, у кого в этом месяце день рождения. То есть по любым критериям, может быть, список по каким-то интересам. Вот. И вот этот список, что дальше делать с этим списком? Конечно, писать в личные сообщения не будешь каждому. Это не лучшая идея. Настроить таргетинговую рекламу хорошо, но не всегда эффективно. Хотя вот, опять же, благодаря этому сервису вы можете выбрать людей для своей таргетинговой рекламы. Вот выбрать именно тех, которых здесь очень, ну, очень легко все это делается, да, которым показывать вашу рекламу. Но мы, в принципе… Я так думаю, вам достаточно будет и работы через лайкеры, чтобы делать продажи, давать людям консультации, выходить на связь. И что мы предлагаем сделать? Мы с помощью нашего помощника добавим пользы… Сначала мы людей лайкаем, да, потом можем добавить пользователей из списков друзья, а после выслать приглашение вступить в ваше сообщество. И также вы еще получаете ряд практических инструментов для отстройки вашего бизнеса от конкурентов. Поэтому, друзья, приобретайте вот прямо сейчас, можете, ну, чтобы вы ко вторнику успели. У нас есть видео, как создавать странички, как… Ну, то есть начнете сейчас подготавливаться, да, и во вторник мы уже начнем работать с этим сервисом. Если есть вопросы, я пишите, я на ваши вопросы отвечу. Если вопросов нет, значит, регистрируйтесь, заполняйте обязательно скайп, чтобы на вас вышли быстрее вот те люди, которые вам дали ссылочку, и вас потом добавят в скайп-чат. Так, вопросов, наверное, нет. Я, наверное, на все вопросы ответила, которые у нас были. И, конечно же, я вам желаю успешного и легкого продвижения вашего бизнеса в интернет. И я вам желаю много клиентов из социальной сети ВКонтакте. Ну, из других, конечно, тоже. Ну, вот здесь вот все работает на автомате. Все, всего доброго и до встречи! И, друзья, еще очень важно, вот те люди, которые у нас новички, мы завтра начинаем мастер-класс в 13 часов московского времени по этой же ссылке. Начинаем наш мастер-класс. И мастер-класс называется «Продвижение вашего бизнеса в интернет». И мы там покажем систему, каким образом идет это продвижение. И вы можете в 13 часов по этой же ссылочке завтра зайти. У нас такой четырехдневный мастер-класс, где мы создадим все необходимые элементы для продвижения бизнеса. Все, всем пока и до встречи завтра или в скайп-чате! Продолжение следует...